Господа, когда начнется, вас позовут, но теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста. Здравствуйте. Как парень? Сделайте что-нибудь со своей собакой, а то она будет. Сосредоточились на любви в разных ее ипостасях. Крутят, вертят и показывают разные ее грани. Все как в жизни. Любовь романтическая, любовь трагическая, любовь к семье, любовь к искусству, любовь к себе в искусстве. Так классику решили поставить в театре «Кукол сказка». И пусть это не единственные темы, отраженные в «Чеховской чайке», сам автор говорил, в пьесе много разговоров о литературе, мало действия и пять пудов любви. Первый спектакль по «Чеховской чайке» показали в 1896 году. И не где-нибудь, а в Александринском театре в Санкт-Петербурге. И с тех пор «Чайка» разлетелась по всему миру. Нет, буквально во многих странах ставят этот спектакль. И теперь всегда, когда видишь, что в разработке новая постановка, думаешь, чем же на этот раз удивят зрителя. Но я считаю, что уже само по себе неожиданное решение поставить «Чайку» в театре «Кукол». Кстати, тогда, в конце XIX века, премьера пьесы обернулась полным провалом. 120 лет назад театральную постановку ругали все. Впрочем, за это время репутация у реализованных версий в театре и кино у произведения, скажем так, противоречивая. Она также имела и грандиозный успех. Что касается алтайского спектакля, интересный ход. Силуэты героев будто вырезаны из бумаги. Вот такие мы хрупкие, ранимые, уязвимые. И если подумать, разве нет возможности у нас быть ненужным, смятым, порванным, выброшенным, как простой листок. Или снова разглаженным, но уже с характерными бороздами. Режиссер постановки Наталья Слащева говорит, что в свои 37 уже кое-что поняла про это сложное дело – любовь. Пора было браться за Чехова. Мы подумали о том, как много весит слово, насколько оно существенно и как оно может перевернуть жизнь человека. Будь то слово «да» или «нет», «люблю», «не люблю», «ничтожество», «прости меня» и так далее. Такие весомые, очень серьезные слова, сказанные вовремя или не вовремя, определяют ход дальнейших событий, жизни человека или решения человека. Мы использовали такую гиперболизированную клавиатуру. На черных кубах написаны буквы, из этих букв создаются слова, имена, и вокруг них разыгрывается спектакль, и мы укрупняем вот это ощущение веса слова. Добавили неожиданного для кого-то нового персонажа – пса, который вечно выл в пьесе. А пёс и есть любовь, без оглядки, сомнений, ревности, упрёка, любви безусловной. И такой пёс в груди у каждого из героев. Сценографическим решением стали кубики с буквами. Так создатели почувствовали пространство. Кубики, в которые мы играем с детства, эти слова, которые мы составляем, этот язык, который мы щупаем постоянно, эти слова, которыми мы делаем свою судьбу, которыми мы помогаем строить судьбы других, или наоборот, ломаем эти судьбы. Цвет. Чёрный-белый. Пишут чёрным по белому, белым по чёрному. Контраст. Опять же, нам знакомый с самого детства. Это самая первая контрастная картинка. В финале, когда Нина приходит к Косте в последний раз, спойлер, она идёт по кубикам, а он складывает их, именно с буквами БЛЮ, переставляет и превращает в бесконечное «люблю», как на кольце Лили Брик от Маяковского. Символично этими буквами Константин выстелил весь её путь. Но она не смогла эту любовь принять. Буквы эти держали, держали её всю жизнь, оказались ненужными и остались просто подставкой для шампанского. Буквально в следующей сцене. Нина больше не ступает по ним. Она улетает вверх чайкой. На постановку ждут зрители старше 16 лет. Анна Москаленко, Антон Еноткин. Новости.